Привет! Записываю вам обещанный подкаст про то, как мы с Настей сходили в аквариум, местный в Джанчжоу аквариум. Значит, для начала, когда мы туда приехали, я подумала, что все, мы попали, потому что рядом было строительство, то есть само здание было затянуто в сетку, и непонятно, что там происходило. Когда мы подошли к главному входу, мы поняли, что, возможно, мы совершили ошибку, потому что то количество людей, которое там было, это просто неописуемое количество людей, реально очень много. Это, видимо, из-за праздников. Значит, внутри тоже огромное количество людей, и китайцы от мала до велика ведут себя как, ну вот, гопники, реально как гопники. Это ужасно. Они толкаются, бегают, орут, снимают нас на видео, причем не рыб, а нас, потому что, ну, аттракцион, это, видимо, мы с Настей были. Вот. Рыбы, конечно, содержатся в не очень хороших аквариумах, они недостаточно велики для них, и было ей действительно жаль. Вот такие, значит, аквариумы были. Они, на самом деле, ну, стекло было достаточно мутным, поэтому было ощущение, что рыбы плавают в какой-то мутной воде, хотя, конечно, это не так. Но вот мне кажется, что им явно мало места было. Вот очень красивые рыбы, белые, я не знаю, у нее львеносы, а вот рыба-пила проплыла. Рыба-пила проплыла куда-то, бедная, тесная, явно тут плавается. Рыбы, на самом деле, вот эти очень длинные, то есть они по два метра. Вот это рыбное общежитие я назвала, потому что их очень много, и, на мой взгляд, аквариум должен быть явно больше, чем он был. Вот, чтобы вы понимали, каждый раз, когда нужно было подойти хоть куда-нибудь и что-нибудь увидеть, приходилось расталкивать людей, и неважно, кто эти люди были, взрослые, дети, пофигу, иначе ты бы вообще ничего не увидел. Вот, это тоже достаточно большие рыбы, но им выделили как-то побольше места, чем остальным. Ну, красивая подсветка была красивая у этих аквариумов, и рыбы сами, вот эти очень-очень красивые рыбки, они когда двигаются так, с ними их плавники очень красиво танцуют. Вот, вот этот длинный такой аквариум мне очень понравился, красиво подсвечен, там небольшие рыбки, кораллы, ну и китайские дети, конечно. Это вот, чтобы вы понимали, какое количество народу. Это жесть, и шум стоял невероятный просто. Это аквариум со скатами, это контактный аквариум, на мой взгляд, это издевательство просто над бедными скатами. Ну вот, тачкул, то есть вы можете потрогать. Это фобия моя, здравствуй, акулы. На самом деле, очень красивые рыбы, но пальцы совать туда не хотелось, конечно. Ну, им хотя бы хоть места чуть-чуть хватало, в отличие от некоторых. Это просто космическое зрелище было. Очень красивая и подсветка, и сами медузы, они так вот медленно танцевали. Красиво. Это, наверное, единственные существа, которым было весело в этом зоопарке, ну, в аквариуме. Вот они хоть как-то себя развлекали, ерундой страдали, вот плавали, им хотя бы весело было. Бедные пингвины, это вообще ужас. Они, видимо, настолько устали от человеческого внимания и в такой депрессухе находились, что они просто стояли спиной. Они просто стояли спиной ко всем, они просто стояли, они ничего не делали. Ну, вот они, два несчастных, одиноких, замученных пингвина. Вот они просто стояли, смотрели на своих нарисованных собратьях и, видимо, свободу. Короче, это на самом деле было достаточно грустное зрелище. Но там вполне себе красиво. Маленькие рыбки в маленьких аквариумах, где они прекрасно помещаются, они тоже в нормальном состоянии. Вот маленькие рыбки себя великолепно чувствовали. У них очень красивые аквариумы были, они были большие для них, им хватало места. Поэтому я думаю, что они комфортно себя чувствовали. Очень красивые на самом деле мелкие рыбы. Я, к сожалению, сняла не всех, просто потому, что меня нервы брали уже расталкивать китайцев. Вот анимоны я тоже первый раз в жизни видела. Анимоны очень красивые. Вот эти странные рогатые рыбки. Даже никогда не видела рогатые рыбки. Ну, почему бы нет. Морские звезды. Они как-то странно вот так вот просто прилипли и ничего больше не делали. Разного рода земноводные, они тоже были в очень плохом настроении. Они явно очень сильно устали и, возможно, хотят покончить жизнь самоубийством. Потому что они тоже просто где-то прятались или спиной находились к смотрящим. Это на самом деле очень удручающее зрелище. Ну вот, несчастная черепаха просто смотрит в стену, чтобы не видеть людей. Несчастная лягушка просто спряталась, чтобы не видеть людей. Желательно и не слышать тоже. Вот тут единственный повернутый лицом был товарищ игуана. Но он не двигался. Он просто застыл в ужасе, видимо. Вот какие-то тоже ящерицы попрятались. Чтобы не видеть людей. Видите, как он сидит бедный. Жесть, короче. Это грустно было. Вот это самая несчастная черепаха в мире. Тоже втыкала в стену, чтобы не видеть людей. Очень на самом деле печально. А вот это, что действительно меня впечатлило, это вот этот чудесный коридор. Очень красиво. Действительно очень красиво. И рыбы, и акулы, и скаты, и мелкие рыбешки. Ну, и вот китайцев только дофига было. Вот. И так это очень красивый действительно коридор. Хотелось немножко задержаться и посмотреть подольше. Но тебя постоянно пихали в спину, поэтому приходилось двигаться быстро. Вот этот товарищ со мной познакомился. Да, привет. Улыбчивый скат. Вот. Забавный. Забавный. Он такой плавал. И уплыл. До свидания. Вот этот вот китаец, он что-то чинил. Мы так и не поняли, что именно было не так. Но, в общем, все ждали, что его съест акула. Но как только она появилась, он быстренько слинял. Вот. В стоимость билета входило посещение двух шоу. Шоу русалок и шоу пингвинов. Дельфинов. Я не хотела смотреть на дельфинов, потому что я знаю, каково этим несчастным дельфинам. И они в хлорке. И запах хлорки просто ужасающий. Я хотела посмотреть на шоу русалок, но это было невозможно, потому что там такое количество людей, что ты мог прыгать и все равно ничего не увидеть. Поэтому мы подумали, что мы возьмем Морган и как-нибудь съездим вот в будний день, когда уже нет праздников. Хотим очень увидеть именно шоу русалок. Оценить, так сказать. Вот. Ну, в целом, было неплохо, но китайцы — это жесть. Когда они в большом количестве, это просто невыносимо. Они превращаются вот в толпу гопоты, которая хочет до тебя доколебаться любыми возможными способами. Поэтому, если вдруг кто-то решит куда-то сходить в Китае, смотрите, чтобы это не были праздники. Ну вот, как-то так. Всех люблю, всех целую. Я уже начала считать дни до того момента, как я приеду домой. 11 апреля я отсюда уезжаю, 12-го я буду дома. Уи-и-и! Все. Очень-очень жду. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok